Кого разводить – коров или яков? Жители сельских районов Кыргызстана всё больше склоняются к якам. Согласно данным сельскохозяйственного ведомства страны, это превратилось в повальную тенденцию. Это деревня Сары-Могол в 900 километрах от столицы Бишкека. Расположена в горах на высоте 3500 метров над уровнем моря. Местные жители издревле живут за счёт разведения коров и овец. Но теперь на смену обычным бурёнкам приходят бурёнки более крупные и мохнатые. Яки едят меньше травы, чем коровы. Иногда у них меньше вымя, и доить их сложнее, чем коров. Но их молоко жирнее, их айран гуще, чем у коров. У них полезные жиры, жирное молоко и полезное для здоровья мяса. В стадии опал Сутановой 10 коров и 57 яков. Яки не боятся волков и легче переносят холод, что актуально. Зимой температура в этом регионе опускается до минус 33, и снежный сезон длится до полугода. «Я живу здесь уже 10 лет. Зимой приходит другой пастух, а я снова возвращаюсь с весной. Конечно, это тяжело, но тяжело везде и зимой, и летом. Но в снежной зимы особенно». Высушенный помёт яков используют как топливо. Часто он становится единственным видом горючего в безлесных высокогорных долинах. Лучше всего о пользе яков знают в Тибете. На тибетском плато этих животных разводили ещё 4,5 тысячи лет назад.